Пятый год в Чебоксарах проходит конкурс «Национальное достояние». Его участники поют, танцуют, декламируют стихи, играют на музыкальных инструментах. Тему продолжит Мария Шоклева. У конкурса «Национальное достояние» нет ограничений. На одной сцене выступают и малыши, и взрослые артисты. Жюри оценивает даже заочные выступления, присланные по интернету. В этом году среди двух тысяч участников были и жители Таиланда. Главная задача фестиваля – показать разнообразие культур. Поэтому основная номинация конкурса называется «Патриоты отчизны». Национальное достояние – это те дети, которые сегодня живут в России, и которые завтра будут возглавлять наши страны, наши города, наши республики. Поэтому это достояние – это то, что завтра засверкает яркими искорками, яркими звездами. Сегодня дети здоровые, сегодня дети счастливы от того, что они занимаются искусством и творчеством. Одни из самых юных участников конкурса – ребята из студии «Ветерок». Для них это первое выступление на большой сцене. Но мальчики и девочки уже знают, что надо делать, чтобы стать победителями. «Петь красиво, не баловаться, красиво двигаться и петь, и танцевать». Там нельзя есть сладкое, орехи, в основном тушеное, можно есть как на диете. А это уже секрет хорошего выступления юной артистки из Владивостока. Ну, конечно, рассчитываю на лауреата второй хотя бы степени. У нас строгая, справедливая жюри. Но те дети, которые занимаются хореографией, они очень это все видят и понимают. Они видят друг друга, и нам ошибки они не дают делать. И поблажек тоже. Победители конкурса «Национальное достояние» получают не только дипломы и подарки, но и шанс стать участниками других известных конкурсов «Новая волна» и «Голос дети». Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.